В Таджикистане принят новый закон о траурных церемониях. Внук Арахмона стал главным призером турнира. В Таджикистане Комитет по делам религии совместно с Советом Улемов подготовил регламент для граждан по проведению траурных церемоний и выражению соболезнований. Согласно новым правилам, обряды похорон и траура должны проходить только по ханафитскому мазгабу, а все другие исламские мазгабы запрещены по закону. Допускается также и проведение траурных мероприятий согласно традициям и обрядам народов и народностей республики. Все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения участникам еды. Подробно регламентированы и другие элементы проведения мероприятий. Эксперты считают комичным проведение властями своей антиисламской политики под предлогом заботы о ханафитском мазгабе, ведь Таджикистан является светским государством. Статья 1 Конституции Таджикистана гласит «Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство». Более того, даже в исламском государстве правитель не имеет права вменять мусульманам тот или иной мазгаб в личной сфере. Статья 4 проекта Конституции Исламского государства, подготовленная одним из исламских движений, гласит «Халиф не принимает какие-либо определенные законы шариата относительно обрядов поклонения. Он также не принимает никакие мысли, которые касаются исламской архиды». Что же касается запрета на мучительную для народа Таджикистана традицию угощения на траурных мероприятиях, то наблюдатели считают, что власти в данном случае преследовали цель разбавить пакет таких негативных мер, как запрет ношения хиджаба, некоторыми позитивными, дабы население спокойно проглотило очередную порцию издевательств со стороны режима. Главный приз скачек, прошедших в минувшую субботу в Душанбинском ипподроме, достался Ануширвани Рустаму, внуку президента Таджикистана, сыну Рустаме Мумали. Об этом сообщает радио Зади со ссылкой на собственный источник. Его жеребец Рахш первым пришел к финишу. Победителю вручили ключи от автомашины «Мерседес» и 3000 «Самони». В скачках, которые были организованы администрацией Рустаме Мумали, Министерством сельского хозяйства и Федерацией конного спорта Таджикистана, приняли участие жеребцы и мерины местных английских и туркменских пород из столицы Худжанда, Вагдата, Рагуна, а также Ашского, Донгаринского, Файзабадского, Фархорского, Хуваликского, Хоросонского районов. Напомним, что Рустаме Мумали женился в 2009 году, а сколько лет его сыну в сообщении не уточняется. Примечательно, что это далеко не первый случай, когда тираны в мусульманских республиках подсоветского пространства или их отпрыски побеждают в каких-либо турнирах. Так, в мае 2017 года президент Туркменистана Курбан Гулы Берды Мухамедов победил в конном турнире и выиграл автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. А в октябре 2016 года трое малолетних сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова победили в детском турнире по боям без правил. Пользователи соцсетей сравнивают подобные победы с кадрами из голливудской комедии «Диктатор», где собирательный образ арабского правителя побеждает в организованной им же Олимпиаде. Продолжение следует...